Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 14 июня, и свименины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Харитона, Дионисия, Василия, Веры, Иоанна, мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Всякий раз, когда смотрю житие очередного дня, то есть определенные приоритеты. С одной стороны, конечно, всегда великие праздники, великие святые. Ну а когда святые, так скажем, равнозначные, равный знак церковного празднования. Для тех, кто не знает, каждая служба имеет свой знак в богослужебном календаре. Есть, например, знак Палилии, есть знак Всеночной Обдения, есть служба Шестеричная, есть Сословословие. И от этого зависит состав богослужебных текстов на вечернем богослужении или там тропарей на литургии, которые повествуют о событии праздника. То есть это влияет на богослужебный устав. Но это когда святые равнозначные, то всегда в приоритете преподобные. Потому что в каком-то смысле жизнь и подвиги мучеников, они очень схожи между собой. И для многих из нас они недостижимы такая, недостижимая перспектива. А у преподобных, как правило, жизнь, она показывается как постепенное восхождение. Вот он, юноша, вот такие искушения, такой опыт, такие подвиги. Опять же, во многом для нас непосильные, но, по крайней мере, понятные. То есть человек шел путем аскетических опытов. И какие-то вещи, какие-то советы, какие-то примеры, они, конечно, применимы в нашей жизни. Ну а когда, например, речь идет о новомучениках и исповедниках в Церкви Русской, то если, например, в святцах есть память женщины, то всегда о ней хочется рассказать в первую очередь. Ну, потому что это какой-то особый подвиг, это особое служение. Потому что женщины — это же слабый сосуд. А когда мученичество, мужество, крепость, кремень — это достойно особого внимания. И вот сегодня, дорогие мои, мы совершаем память новомученицы Веры Самсоновой. Мученица Вера родилась 17 августа 1880 года в селе Веряево Елатомского уезда Тамбовской губернии в семье смотрителя арестного дома Николая Самсонова. Окончив с отличием Касимовскую женскую гимназию, она работала учительницей в школе до тех пор, пока содержание преподавания не вошло в противоречие с ее религиозными взглядами. После того, как власть в России захватили безбожники, глубоко верующий и просвещенный человек, она ревностно относилась ко всему, что было связано с христианской верой и церковью. В конце 20-х годов Вера была избрана старостой Пятницкой церкви, расположенной в закрытом к тому времени безбожниками Казанском монастыре в Касимове. Летом 1935 года сотрудники НКВД арестовали священников и мирян, почитателей Блаженной Матроны, жившие в деревне Анимнясево Касимовского района, и царевича Якова, скончавшегося в XVII веке, погребенного на территории Казанского монастыря. Вера Николаевна была арестована 28 июня 1935 года и заключена в Бутырскую тюрьму в Москве. «С какого времени вы стали почитательницей могилы Касимовского царевича Якова? И часто ли там бывали?» — начал допрашивать ее следователь. «Могилу царевича Якова я почитаю с дореволюционного времени. До последнего времени посещаю могилу, где молюсь, иногда участвуя в панихидах, совершаемых на могиле царевича Якова священником Николаевым Правдолюбовым. «Назовите всех почитателей могилы бывшего царевича Якова». Обычный ход чекистов. «Выведать, кто был, и затем всех аккуратненько пленить». «На могиле царевича Якова я встречала неизвестных мне лиц. По их просьбе священник Николай Правдолюбов иногда совершал панихиды. «Давно ли вы стали почитательницей блаженной Матрёши Беляковой, и что вам известно о ее жизни и деятельности?» — спросил Вера Николаевна следователь. «О высокой праведной жизни Матрёши Беляковой я много слышала и почитал ее как блаженную и праведную, посылала ей посылку, но сама лично в ее квартире никогда не бывала, лично ее не знаю. «Назовите всех известных вам почитателей Матрёши Беляковой, посещающих ее квартиру». Матрёшу как праведницу почитают все верующие города Касимово и окрестных селений. «Какое участие вы принимали в исцелении больных у могилы царевича Якова?» «Сама больных на могилу царевича я никого не приводила, но, бывая в часовне, встречала больных, по их просьбам молилась с ними вместе, мазалась лампадой маслом, помогала приложиться к могилке. Предъявлено мне обвинение по статье 58 пункт 10 и 11 Уголовного кодекса, виновный себя не признаю». «Действительно, я активно прославляла царевича Якова, но ничего контрреволюционного в этом не вижу». 16 июля 1935 года следствие по делу церковной старосты было закончено. И хотя так и не нашлось никаких доказательств ее антисоветской деятельности, следователь в обвинительном заключении написал, что она, являясь активной участницей контрреволюционной группировки, в контрреволюционных целях активно прославляла могилу бывшего Касимовского царевича Якова, принимала участие в инсценировке на его могиле чудесных исцелений, распространяла всевозможные ложные слухи, то есть виновна в преступлении, предусмотренной статьей 58 пунктами 10 и 11 Уголовного кодекса. 2 августа 1935 года особое совещание при НКВД приговорило Веру Николаевну к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и она была отправлена в один из лагерей Беломорско-Балтийского комбината, куда и прибыла 30 августа 1935 года. Тяжелая работа в условиях каторжного лагеря подорвала ее здоровье, она тяжело заболела, и 19 февраля 1940 года ее положили в центральный лазарет при первом лаг-пункте Вечеракша. Церковная староста и ревностная христианка Вера скончалась за две недели до окончания срока заключения на рассвете 14 июня 1940 года, когда солнце здесь почти незаходимо стоит над горизонтом, освещая этот суровый и прекрасный край. Хочу продолжить, дорогие мои, тему про воспитание веры. Религия, одно из значений этого слова, означает благоговененное предстояние перед Всевышним, перед Богом, перед Создателем. И вот это качество души, этот добродетель, она наиболее необходима. При отношении человека с Богом. Ибо Бог — это тот, перед которым преклоняют колени. Поэтому так важно даже в мелочах не позволять себе кощунственного, пренебрежительного, циничного отношения к святыне. И к святой воде, и к священству, и к храму, и к богослужению. Поэтому так важно, например, приходя с детьми в храм, внимательно следить, чтобы дети не позволяли себе по храму бегать или шуметь в храме. Если ребенок не воспитан, то с ним нужно приходить аккуратненько, минуточек за десять до причастия. Ну, к молитве «Отче наш», например. И на это обращать серьезное внимание. Не умиляться тем, что ребенок шумит, кричит, издает какие-то звуки — это безобразие. Потому что в храм люди приходят молиться. А молиться очень непросто. Особенно, когда из молитвы все время выбивают лишние движения, лишние звуки, возня, благоговение. И особенно важно благоговение в молитве. Почему? Ну, когда ученики обратились к своему божественному учителю, учитель, научи нас молиться. Ну, нельзя думать, что апостолы не молились. Как у всяких иудеев правоверных, у них наверняка были определенные молитвенные правила. Вот как у мусульман есть, допустим, пятиразовый намаз, когда человек, несмотря на свою деятельность верующую, он обращается на восток и совершает определенные молитвы. Так и у иудеев. И ученики, тем не менее, ощущая, что как-то все-таки не так они молятся, спросили, научи нас молиться. И Господь говорит, когда молитесь, молитесь так. Отче наш. Эта молитва, она буквально повергла в шок. Потому что никогда до сей поры человек не мыслил своих отношений с Богом в таком ключе. Бог — это судья. Бог — это творец. Бог — справедливый законодавец. Но Отче наш, Отец, если Он Отец, значит, Я Сын. Если Я Сын, значит, Я наследник тех благ, которые Господь уготовил, любящими Его. Значит, это совершенно иные отношения. И это значит, что и благоговедьмы, обращаясь в молитве к Богу, должны как перед Отцом. Хотя, конечно, мы несчастны во многом в сегодняшний момент жизни, что у многих нет Отцов. Ну, как бы, де-факто они где-то вроде есть, но их нельзя назвать Отцами. Они бросили, они предали, они отреклись. И даже те, которые вроде как есть, но далеко не всегда у детей воспитаны благоговейные, почтительные отношения к Отцам, нужный авторитет. А родители — это же, ну, как бы, через них ребёнок выстраивает проекцию к Богу. Научиться любить и слушаться Бога можно, ну, фактически, в основном, через родителей. Любовь к родителям, она потом переходит на любовь к Отцу Небесному. И, значит, эту молитву мы никогда не должны читать с короговоркой. Даже если она очень привычна, даже если она каждый день по нескольку раз читается, и любую молитву. Но когда мы обращаемся, Отче наш и си на небесих, медленно, вдумчиво, ну, как бы проговаривая и чувствуя вкус каждого слова, чтобы эта молитва всегда находила отражение в нашем сердце, чтобы ум не терял внимания в каждом слове молитвы, и чтобы сердце всегда реагировало радостью, ликованием, что Бог нас называет своими детьми, а значит, Он мыслит нас и наследниками вечной жизни. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok